Знаю, что людям нужна помощь. Было время, есть возможность помогать. Решил помочь. Три раза в неделю, как на работу. Завершив дела и прежде чем отправиться домой к семье, Алексей едет по адресу, который еще недавно был ему незнаком. Из-за пандемии своей работы у маркетолога стало меньше, поэтому он уже две недели как волонтер Общероссийского народного фронта. Вызвался сам. Сказали, нужна помощь бабушку довозить на лечение. Ну, нужна, значит, нужна. Анна Борисовна уже ждет его на улице. Больше полугода она ездит в краевую больницу на Лепедевского, чтобы пройти гемодиализ. Для нее каждая такая поездка не просто важна, а жизненно необходима. А куда деваться? Если не надо. Процедуру пропустишь, это граница смерти. Раз в два пропустишь процедуру эту, значит, я могу умереть. Она говорит, раньше справлялась сама, ездила на автобусе, но теперь пожилым пользоваться общественным транспортом небезопасно, можно еще и коронавирусом заразиться. Сын – водитель скорой помощи, сам много работает и не всегда может ее отвезти. Так что забота, которую проявляет Алексей, для нее бесценна. Сын, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания встречаемся. Спасибо. В УНФ нам рассказали, что заявки от жителей края, пожилых и маломобильных, поступают на горячую линию. Телефон указан ниже. Сейчас таких уже почти две тысячи. Просят привезти продукты, сделать уборку. Все, в чем сами ограничены из-за вынужденной самоизоляции. Волонтеров пока хватает. Сейчас. Но когда самоизоляция закончится, многие из них выйдут на работу. А проблему стариков, нуждающихся в помощи, вряд ли станет меньше. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.